Апрельский выпуск программы «Китайский городовой» В кадре счастливая невеста Татьяна Уварова Церемонию бракосочетания Тани и ее жениха Андрея пришлось провести в госпитале города Гуанчжоу У девушки рак четвертой стадии, но свадьбу из-за этого откладывать не стали 22 июня после серьезной борьбы с болезнью Тани не стала Мы все живем и нам кажется, что мы живем правильно И что вокруг нет, никто не имеет права мне сказать, что я что-то делаю не так Что я там, характер у меня такой, да, там, прекрасный И люди не задумываются ни о том, как они общаются с людьми другими Не то, как они себя ведут Не о том, что даже просто у меня заболела нога, а да ладно Похожу, похожу и нет А тут, когда у тебя такое случается, ну это переворот мозга, можно сказать Это очень сложно, я понимаю, почему многие люди срываются в таких болезнях Потому что психологически это очень сложно История болезни Тани началась в августе прошлого года Тогда у девушки заболела нога Полгода Татьяна скиталась по больницам Владивостока И не могла добиться от врачей точного диагноза И только в конце декабря местные онкологи распознали у пациентки четвертую стадию герминогенной злокачественной опухоли, забрюшинного пространства, метастазы в молочной железе, большеберцовой кости правой ноги и сальники В Приморской клинике Тане дали лишь неделю жизни, но сдаваться ни она, ни ее близкие не собирались В помощи отказывали многие, но в китайском госпитале Гуанчжоу отозвались сразу За лечение девушки было необходимо платить тысячу долларов в день За полмесяца близкие неравнодушные люди помогли собрать около двух миллионов рублей После сюжета об истории болезни Татьяны на китайском телеканале на зов помощи откликнулись и жители Поднебесной Но болезнь все же победила Тане необходимо помочь в последний раз Чтобы похоронить девушку во Владивостоке, нужно собрать около 700 тысяч рублей на транспортировку тела из Гуанчжоу Такой суммы у финансово истощенной семьи просто нет Но в наших силах помочь близким девушке проститься с ней Анна Бережная, Новости на Восьмом